Доброго времени суток, уважаемые любители бокса! Мы с вами знаем, что социальные сети составляют неотъемлемую часть огромного количества людей в этом мире. Достаточно посмотреть вокруг, и вы увидите огромное количество людей, которые сидят в своих смартфонах по много часов и ставят лайки разным людям. Вот исходя из этого, давайте с вами посмотрим, какие же боксеры вызывают больше всего негативных реакций в интернете у поклонников. Итак, не будем тянуть время, и мы начинаем! Итак, номер десять самых ненавидимых боксеров — это японец Казута Иока. Вы, наверное, думаете, кто это такой? На самом деле, в мире он не очень известный, хотя был чемпионом мира аж в четырех весовых категориях — в минимальном весе, в первом наилегчайшем весе, в наилегчайшем весе и во втором наилегчайшем весе. Но, честно говоря, не очень понятно, почему же он попал в эту десятку. У него 19,8% положительных оценок и 13,2% отрицательных. На девятом месте Теофима Лопес. Но мы все знаем Теофима Лопеса. Он такой достаточно наглый, он никогда не чурался неуважительных высказываний по отношению к своим оппонентам. И у него 14,2% положительных оценок и 16,4% отрицательных. На восьмом месте расположился мексиканец Хуан Франсиско Эстрадо, который дрался в первой наилегчайшей, наилегчайшей и во второй наилегчайшей весовых категориях. Среди вот этих маленьких весов это очень популярный боксер, и непонятно, почему у него 12,2% положительных оценок и 17,8% отрицательных. Ну, возможно, мексиканцы знают что-то про него, чего не знаем мы. На седьмом месте находится Джермал Чарло, чемпион мира в среднем весе, брат-близнец Джермела Чарло, которого в нашем списке нет. И у Джермала, кстати говоря, самое маленькое количество позитивных оценок, 4,5% всего лишь, против 19,3% отрицательных отзывов в интернете. Чем не угодил своим поклонникам Джермал Чарло, не очень понятно. Ну, а мы переходим к шестому месту. На шестом месте находится самый высокооплачиваемый боксер современности, Сауль Канело Альварес, у которого достаточно много 27,2% положительных оценок, но при этом 22,2% отрицательных. Ну, тут, наверное, понятно. Неоднозначные бои с Головкиным, плюс его ловили на запрещенных препаратах, ну и кроме того, он просто богатый человек, а богатые люди нравятся далеко не всем. На пятом месте у нас находится британец Энтони Джошуа. 26,1% положительных оценок и 24,2% отрицательных. Ну, с Энтони Джошуа можно вспомнить некоторые скандалы. Например, то, что он рекламировал за очень большие деньги какие-то энергетические напитки, причем совершенно отвратительные по качеству. Ну, что делать? Как говорится, деньги не пахнут, а Энтони Джошуа занимает достойное пятое место. А на четвертом месте у нас, внимание, находится Василий Ломаченко, у которого 15,3% положительных оценок и целых 25% отрицательных. Ну, что можно сказать? Возможно, тут сыграла роль. Даже не знаю, почему Василий Ломаченко оказался на четвертом месте, но напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Все же знают, кто такой Василий Ломаченко, правда, не нужно про него рассказывать. А на третьем месте у нас находится тоже всем известный Деонте Уайлдер. 22,7% положительных оценок и 25,3% отрицательных. Ну, Уайлдер тоже был известен своим трэш-толком. Кроме того, у меня был ролик про темную сторону Деонтея Уайлдера, посмотрите. То есть он совсем не такой классный парень, каким его пытаются выставлять. И, возможно, это третье место он занимает действительно достойно. На втором месте у нас британский чемпион Джош Тейлор. 12,5% положительных оценок и целых 31,4% отрицательных. На самом деле ничего такого про Джоша Тейлора я, по крайней мере, не читал. Ни про каких скандалов с его участием я не слышал. Но что еще более удивительного, кто у нас находится на первом месте. А на первом месте у нас находится мексиканский чемпион мира в нескольких весовых категориях Лео Санта-Круз. У него 13,3% положительных оценок и 31,5% отрицательных. Он немножко превзошел Джоша Тейлора. Ну, я, честно говоря, удивлен, почему именно Санта-Круз находится на первом месте. Опять же, ни о каких скандалах с его участием я не слышал. Особо трэш-толком он не увлекался. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему так не любят пользователи интернета именно Лео Санта-Круза. Ну, надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.